Россияне заявили, что научились глушить систему Илона Маска Старлинк на фронте. Говорят, все якобы уже готово, и осталось только испытать ноу-хау на деле и ставить на производство. Такое заявление вызвало восторг у самих россиян и в то же время тревогу у украинской армии, ведь Старлинк оказался жизненно важным для ВСУ. Они используют терминалы этой системы для связи на поле боя и передачи разведданных, поскольку другие средства связи РФ также пытаются выводить из строя. Насколько реальна угроза для Украины и как ВСУ смогут противодействовать глушилкам Старлинк, разбираемся в этом видео. Россияне получили технологию, позволяющую глушить Старлинк на нуле. Сейчас ее испытывают и готовят к промышленному производству. Об этом сообщил в Телеграме командир роты птицы Мадяра Роберт Бровди с поздным Мадяр. Сейчас, по его словам, речь идет о работе систем, работающих в КУ-диапазоне. Это диапазон частот, используемых в спутниковом телевидении. Однако военный убежден, что это лишь вопрос времени, и вскоре россияне доберутся и до К-диапазона, то есть спутниковой радиосвязи и радиолокации. То есть площадь действия может значительно расшириться. Зачем это здесь, чтобы больше специалистов с клепкой морщили мозг над унифицированными способами противодействия? Роберт Бровди, командир роты птицы Мадяра. Мадяр отметил, что на фронте без Старлинк существенно сложнее, чем даже без F-16. Слепнет и глохнет. Спутниковая связь Старлинк, безусловно, жизненно важна на фронте. Но есть законы физики, и ни россияне, ни даже марсиане не могут обмануть его, говорит военный эксперт по связи Сергей Флэш. По его словам, если РФ и сможет глушить связь, то только на высоте. Да и то ВСУ сможет успешно этому противодействовать. Речь не идет о глобальном глушении или подавлении Старлинка по всем фронтам. Мы говорим о том, что россияне разрабатывают полевые комплексы. Действительно, они над этим работают, которые позволяют глушить Старлинк очень на коротких, близких расстояниях. То есть мешать Старлинку принимать сигналы со спутника. Я вам скажу сразу, что это возможно делать только в частных случаях, когда россияне могут источник РЭП или глушинку затащить на какое-то высокое здание. Элеватор. В Пахмуте они затаскивали на жилые дома. Вышка оператора мобильной связи, там, 70 метров. Чтобы как можно оттуда сверху под углом попытаться воздействовать помехой на приемную антенну спутников Старлинка. Но как бы ни ухищрялось РФ, украинские военные знают варианты, как выявлять и избегать таких атак на связь. В арсенале два варианта простых и элементарных, которыми успешно пользуются на фронте, говорит IT-эксперт, волонтер Артем Гончаренко. Панике тут не потрібно. Чому? Во-первых, то, что мы уже пробовали его использовать и мы особисто, и тих бригад, которыми мы занимаемся, они выкопают яму. Або, если вы можете протестировать, вы можете взять Старлинку и поставить его в окоп, в широкое место окопки. Если в этом месте он продолжает, например, с верху не ловит сигнал, а ниже уровень земли он его ловит, то ему нужно всего-навсего подъединяться к системе GPS. И другой вариант — создать шести клетки Фарадея. То есть вы берете сетку и можете эту сетку по околу, на околу пустить с радиусом, ну хотя бы тоже метра полтора. И очень плотно эту сетку поедать и за земли, в том числе. Если такие варианты сработают, значит, россияне глушат связь, говорит Артем Гончаренко. Такие системы легко выявить и визуально. Информация об этом сразу передается в аэроразведку. И просто я добавлю, что как только наш противник начнет использовать такие комплексы, они имеют очень специфические внешние антенны. То есть мы сразу поймем, сфотографируем, покажем, расскажем нашей аэроразведке, как выглядят такие комплексы и что это является, например, приоритетной целью для определения и уничтожения. Новые изобретения России это не глобальные стратегии, а попытки хоть чем-то навредить украинским силам, пусть даже и локально. А все громкие заявления о мегаглушителе Старлинка направлены на ее внутренний потребительский рынок. Это часть информационной войны в том числе. Потому что это, я уже рассказывал, это такая же ситуация с Ланцетом. То есть большой империи надо чем-то гордиться. Если вы расскажете, что там разработан какой-то вид ракеты, то есть населению это не особо интересно. Когда звучат такие вот большие термины, понятия и бренды, как там Старлинк, Илон Маск, Ланцет и какие-то баражирующие супер боеприпасы с искусственным интеллектом. Это вот звучит так страшно, солидно, гордо большинству населению. Это непонятно. Но понятно, что империя ведет супер разработки относительно там брендов мировых. Но и недооценивать РФ нельзя, ведь они имеют технику и разработки, хоть и устаревшие, но способные создать неприятности на фронте. Так, газета The Washington Post ранее писала, что в последние месяцы Россия блокировала доступ украинских военных в интернет. Там признавали, что россияне таки нашли схему для препятствования работы спутниковой связи через Старлинк. И здесь стоит сказать, что система Старлинк, разработанная компанией американского миллиардера Илона Маска, SpaceX, предоставляет доступ к интернету в любой точке планеты. Бизнесмен передал их для украинских сил с началом российского вторжения в феврале 2020. Также их активно покупают военные волонтеры. Старлинк оказалась жизненно важной для украинских вооруженных сил, поскольку она представляет собой небольшой портативный терминал. ВСУ используют ее для связи на поле боя и передачи разведданных. Прошлой весной Маск кратко сказал о попытках Кремля глушения и взлома Старлинк, но тогда в мае технология продемонстрировала свою устойчивость к таким попыткам. После этого, очевидно, Россия начала искать новые схемы блокирования ее работы. Как оказалось, Москва еще с осени экспериментировала со своими системами радиоэлектронной борьбы ТАБОЛ. Конфиденциальные материалы США подтвердили догадки разведчиков. Эта программа может не только защищать спутники Кремля, но и атаковать другие системы. Нельзя недооценивать нашего противника. То есть нельзя. Мы уже поняли, что мы смеялись с водыхними орланами, с фанерой и так далее, и так далее. Над китайскими какими-то применениями радио детали у них мы смеялись. Они продолжают нас этим убивать. Ну и в Украине не дремлют. Отечественные профессионалы каждый день трудятся, чтобы быть на несколько шагов вперед российских технологий, говорит IT-разработчик Артем Гончаренко. И добавляет, все данные пока засекречены. Но крыть всегда есть чем. Как только мы эти решения тоже отпускаем, мы также можем их опубликовать. Ширше обратить внимание именно военные. Но не фишировать это в открытом просторе, не показывать это для россиян, чтобы они не могли идти на опережение. Тут так же, как когда-то случилась холодная война, сейчас происходит технологическая война. И параллельно с этой технологической войной каждый день ежеминутно идет бой на фронте, где в борьбе за свою землю отдают жизни уже не роботы и спутники, а живые люди, украинские солдаты. А должны они бороться не только с живой силой россиян, но и новыми технологическими улоками, которые направлены на то, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ. А что об этом думаете вы? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Для нас важно ваше мнение. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, там первыми появляются все самые главные новости о войне.